Великий День Победы Который на сегодняшний день, наверное, самый объединяющий в нашей стране Который объединил все слои общества, все поколения И неприходящее значение этого праздника практически признается всем Причем, как говорится, это нужно не мертвым, это нужно живым Для того, чтобы мы понимали свои корни Мы понимали, что мы живем в стране, которая может отстоять Самые важные, самые главные основы человеческого существования А именно равенство, именно уважение личности И неприятие любого вида дискриминации Ни расовой, ни религиозной, ни имущественной Мы не признаем дискриминацию Мы считаем, что личность и ценность человеческой личности Она неприходящая во все времена И тот, кто посягает на это, он автоматически становится врагом человечества И наша страна взяла на себя основной груз Основную тяжесть борьбы со страшным злом 20 века Каковым являлся гитлеровский фашизм И тот национализм И то национальное превосходство Которое он пытался реализовать на территории Европы, России И хотел в этом смысле захватить весь мир И, конечно, при помощи и других стран Но основную тяжесть Вот становой хребет всей этой победы Конечно, это был Советский Союз и Россия Поэтому в эти дни мы Каждый сам для себя напоминаем себе об этом То вот давайте запомним это И точно так же, как сейчас пытаются На другой почве Провести реванш, что ли И выдать возможность превосходства Какой-то одной экстремистской группировки Либо, как мы видим Какую страшную трагедию вызывает Тогда, когда в какой-то стране Нам близкой и братской Вдруг пытаются запретить русский язык К чему это, каким страшным Это приводит Войнам, потерям, несчастьям Голоду, трагедиям Поэтому, конечно, мы В этот день Должны понимать, что Жизнь нам преподносит урок И мы должны об этом повторять Каждый год повторять Что Великая победа Она была потому и великая Потому что она По сути дела Открыла человечеству Возможность дальнейшего Равноправного Свободного существования И тот, кто пытается Пересмотреть эти результаты Тот, кто хочет сказать, что Так сказать, как Недавно Ну, там, год назад В моем родном городе В котором я родился В Херсоне Вдруг мэр города Начинает объявлять Что В день победы Что давайте это будет Днем примирения Потому что Гитлер Хотел защитить Украинский народ От порабощения Сталинским режимом И мама С грудным ребенком Не выдержала Подошла к нему Вырвала у него микрофон И выбросила Понимаете Это Это Как пример того Насколько в нас сидит Сила справедливости И исторической справедливости И человеческой справедливости Конечно В этот день Мы чествуем Всех наших ветеранов Их меньше И меньше С каждым годом Но есть дети войны Среди них Есть наши сотрудники И Есть много Людей Которые В последующие годы Опять же Участвовали В локальных конфликтах Не могу Не сказать О Владимире Николаевиче Филимонове С которым нам пришлось Два года быть В Афганистане И Владимир Николаевич Честно Нес этот труд Интернационалистический Не могу не вспомнить Владимира Алексеевича Миняева 95 лет Которому мы отметили 30 мая Панфиловец Ректор нашего университета Многие годы И один из сильнейших ректоров Я хочу сказать Что Конечно Этот день Это День памяти и скорби Но и день Величайшего праздника Поэтому давайте Мы в этот день Почтим память Всех наших Участников Великой Отечественной войны Всех Жителей Советского Союза Тогда Которые перенесли это Потому что тот Кто перенес блокаду Кто В детстве Перенес все это На своем личном примере На своей личной жизни Тот навсегда Запомнит Насколько это важно И Собственно говоря Эти люди Есть носители Вот этой идеологии И нашей исторической памяти С праздником вас Дорогие друзья Всего самого 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 доброго По традиции Мы предоставляем Слово Ну Людям Которым Которым Есть что сказать В этот день И Наверное Я начну С Первого Проректора По учебной работе Андрея Ильича Иременко Пожалуйста Дорогие друзья Мы каждый год С вами собираемся В этот день На этом месте Вспомнить о том Что в нашей стране Есть два праздника Ну мы с вами знаем Что это Первый и главный праздник День независимости Новый год Вот день независимости Нашей страны Мы должны понимать Что это день победы Это тот самый день Когда наш народ Ветераны войны Друженики тыла Дети Жители блокадного Ленинграда Отстояли свое право На независимость Они отстояли Право Нашей стране Называться Союзом Советско-Социалистических Республик Они отстояли Право Страны на самоопределение В конце концов Они отстояли Право Родить Нас Родить Вас И появиться На свет Вашим детям Ленинград Сыграл огромную роль В победе Ленинградский фронт Сосредоточил на себе Огромное количество Немецко-фашистских войск Которые не смогли Пройти наш город Не смогли пройти наш город Не смогли уйти на Москву Наш народ отстоял И Ленинград Отстоял и Москву Это богом поцелованный город Мы с вами должны понимать Что каждый год Мы с вами будем Свидетелями того Что весь народ Празднует Настоящий праздник День независимости Мы с вами В этот день Вспоминаем Наших дедов Наших прадедов Наших родителей Которым Кому-то Удалось оказаться В блокированном городе Которые голодали Ради того Чтобы мы с вами Были счастливыми Нам Необходимо выходить На улицы С портретами Наших предков Нам необходимо Сходить в музей И вспомнить Университет Наш во время войны Это нужно делать Каждый день И особенно Об этом нужно помнить В этот Святой для нас праздник И обращаюсь К нашим ветеранам Для нас И для вас Каждый день Это день победы Это день вашей победы Над преклонным возрастом Это день победы Над болезнями Мы каждый день С вами Мы каждый день Отмечаем Ваш день победы Спасибо вам За то что вы есть Спасибо вам За то что вы с нами Спасибо Андрей Ильич Алла Аскольевна Потапчук Проректор По воспитательной работе Оглоблену, которая ежегодно приходила к нам на митинг, и мы с замиранием сердца слушали ее рассказы о войне. Но она была не только прекрасным рассказчиком, она еще писала стихи. И позвольте я вам зачитаю несколько слов из ее стихотворения «Ленинградская фантазия», которое она написала в 1945 году, в год победы. Сиридный бой пронзил морозный воздух, свист бомб, пожар, зениток четкий стук, притихло все, нарушен сон и отдых, стоят трамваи, замер каждый звук, земля дрожит, укрылись люди в щели, и улицы все опустили вдруг. Везде темно, лишь светит еле-еле, от синей лампочки неясный тусклый круг. Гроза войны прошла, и снова небо ясно, сомкнулся вновь друзей любимых круг, и мирный сон пришел, и небо так прекрасно, рабола спорится, и весел наш досуг. Еще раз поздравляю, дорогие ветераны, всех вас с праздником, всем крепкого здоровья, успехов и благополучия. Мавлет Шакевич, Вахитов, председатель нашего Объединенного профсоюза, пожалуйста. Уважаемые ветераны, уважаемые студенты, сотрудники нашего университета, я от всей души и от личной, и от профсоюзной организации сердечно поздравляю вас с этим замечательным и самым, как мне кажется, главным праздником в нашей стране. Действительно, этот праздник дался нелегко. Это была самая кровопролитная война. Россия, многонациональный ее народ потеряли огромное количество людей. И кто-то даже подсчитал, если каждого погибшего воина в нашей стране в борьбе за свою свободу, за свою независимость, почтить одной минутой молчания, то нам бы пришлось молчать 38 лет. То есть это огромная потеря, которая понесла наша страна, наша экономика и наш народ. Поэтому это непростая война, и ее нужно всегда помнить. И самая главная память, это та, которая переживает года, десятилетия и века. И этот праздник действительно нам нужно всегда и всегда помнить. И особенно молодежи, которые еще имеют возможность видеть ветеранов, общаться с ними, с ветеранами, разговаривать с ними и вспоминать о тех тяжелых годах, которые были во время Великой Отечественной войны. Мы, конечно, от всей души поздравляем всех еще раз и ветеранов, и желаем здоровья, желаем счастья, желаем такого же светлого неба, которое сегодня над нашими головами, и пение птиц, которое сопровождает наш сегодняшний митинг. Всем здоровья и мира над нашими головами. Спасибо. Спасибо. Есть ли желание еще выступить перед концертом? Когда я с удовольствием предоставляю слово почетному доктору нашего университета, жителю тех лет, и, по сути дела, Михаил Михайлович, когда началась война, вам было пять лет. И это, по сути, это вот детство в войне. Но, перенеся все это, Михаил Михайлович стал замечательным профессором с отличной биографией научной, и на сегодняшний день это один из флагов нашего университета, почетный доктор нашего университета, профессор Михаил Михайлович Соловьев. Пожалуйста. Дорогие россияне, вы уже слышали, что я счастливчик из того поколения, которые не дожили до окончания войны, а потом за это время уже их, моих, как говорится, сверстников и не стало. Но так как мне пришлось видеть и жить в блокированном Ленинграде, быть у отца на передовой, в землянке, это там, где сейчас на Московском шоссе располагается комплекс, Георгиевские, так сказать, знаете, церкви и часовни. Но я все об этом рассказывал своим детям. Мои дети рассказывают о внуках, внукам своим и внучкам. У нас большая семья. И вот год назад в школе состоялся праздничное такое собрание детей, посвященное полному снятию блокады. Я присутствовал, имел быть честь приглашенным. И выступали, стихи читали ребята, ну дети. Внук мой, тогда он в четвертом классе учился, тоже выступил, подготовил, как говорят, презентацию. А потом учитель обращается и говорит, ну а ребята, что еще вам рассказывали вот о войне, о блокаде, ваши родители. И тут мальчик говорит, а перед этим шла речь, что больше полумиллиона захоронено, сколько погибло здесь. И он говорит, а вот папа говорит, если бы сдали бы Ленинград, то не было бы таких жертв. И тут мой внук, я даже вначале опешил, у него громкий голос, дурак! И продолжает. Если бы это было, то твой папа и мама не поженились, и тебя бы не были. Эту истину мы в семье, как говорится, объясняем. Но это простая, но очень глубокая истина. Если бы, вот не было бы этих жертв, не так обернулось, то те, кто родился после войны, молодое поколение, самое старшее, но после этого, их бы не было. Не произошло бы этого чуда вселенского, чтобы встретилось папа и мама и в это время и так далее. И вот если мы будем осознавать это, мы поймем нашу ответственность перед нашими предками. И тогда бессмертный полк будет идти вечно. И нас никто не назовет Иванами, не попсящими. Родства. Спасибо, Михаил Михайлович. Для нас самое ценное, конечно, это свидетельство живых очевидцев. И я вот очень хотел нам пригласить такого Виталия Сергеевича Райниса. Он во время войны на нашей территории работал здесь в госпитале, в клинике Джанелидзе. Но сегодня он посмотрел утренние новости, он выступал с поздравлениями. Но у нас здесь Виталий Петрович правосудов, профессор кафедры медицинской реабилитации. 94 года. Это значит, что 19 лет было молодому человеку, когда пришла война. Виталий Петрович, скажите нам, как вы прожили эти годы и как нам вести себя дальше. Спасибо. Ну, прежде всего, мне хочется сказать, что мне очень приятно видеть вот эти молодые вздоры, молодых девушек, молодых людей, которые являются студентами славного Пироленградского медицинского института. Кратненько себе я захватил вторую половину Великой Отечественной войны, где с 43-го года я начал, меня призвали в армию. Я закончил артиллерийское училище, затем принимал участие в боях в прорыве ворона в Ладыном поле в Карелии в 44-й год и в 45-м и в 45-м году принимал участие в 3-м Украинском фронте. Мы наступали в Венгрии. 22-го апреля я получил тяжелое ранение, госпиталь, затем выздоровление, дембилизация, поступил в медицинский институт. Что мне запомнилось, мне хотелось бы вам просто привести один из примеров. Я сейчас очень часто, когда еду на работу через литейный мост, у комсомола поворачиваю, а по литейному мосту из артиллерийского училища идут колонны большие, молодые ребята. И я вспоминаю свои вот эти годы, они были именно такими же вообще. Им тоже было где-то, мне было тогда 17 лет, и ребята такого жопа. они хорошо одеты, обуты, понимаете, они передвигались на занятия. Я в 43-м году в Сингеле, когда нас призвали и прочие, ходил в лаптях, разорванных штанишках и с деревянными балками. Мы тренировались, так сказать, в стрельбе. Нас готовили, так сказать, к участию в боевых, как говорится, действиях. Ну, мне в последующем, как говорится, просто, так сказать, может быть, повезло. Мне рекомендовали и кандиджировали я, поехал в артиллерийское училище, окончил артиллерийское училище, затем попал в десантные войска и уже в составе десантных фонд принимал участие в этой войне. Но то, что была война жестокая, все это вы все прекрасно, как говорится, знаете, она оставила такие отпечатки, что я сегодня вообще, как говорится, просыпаясь, могу вспомнить любой из моментов, в котором, знаете, встречался во время этих войны. Мне запомнился один момент. Мне жалко было не товарищей, которые погибали, и которые на моих глазах, вообще, так сказать, во время боев, обстрелов. А мне запомнилось в Венгрии, там большие поля и прочее. И там был период затиши таких, и там много развелось животных, жайцев. И когда началась артиллерийская подготовка, перед наступлением начали наступлять, ну это, естественно, огромное количество орудий, стрельба и прочее. И вот ранили зайцев, и вы не представляете, не помните, как они плакали. Как они плакали. Вот этот плащ зайцев мне запомнился, я его помню до сегодняшнего, как говорится, дня. То есть им было очень болезненно, очень тяжело, я не говорю уже, как говорится, о людях. Мне приятно вчерашний день тем, что я шел, и такого не было в этом году. очень активно молодежь принимает участие в праздновании вот этого дня, Дня Победы. И пока мы гуляли у филармонии, ко мне подходили и молодые люди, и взрослые люди поздравляли, дарили цветы. То есть настолько было внимание, что было, это очень, очень, очень приятно. Я должен сказать, что после того, как я библиозал закончил с отличием института интерно-гигиенический, медицинский институт, окончил аспирантуру, в последующем занимался вообще, так сказать, вопросом, связанным со спортом и спортивной медициной. Но не об этом делал. Обучаясь в медицинском вузе, где мне было приятно всегда, что профессионалы, профессора, преподаватели, к нам, к участникам войны, всегда относились с особым вниманием. Не делали никаких особых поблажек, но было всегда приятно, понимаете ли, получать. И это давало нам силы для того, чтобы, так сказать, с успешком покончить, понимаете, медицинский вуз. Еще раз хочу всех вас поздравить уже в прошедшем 9 мая, который в этом году наша страна отмечает с очень большим, как говорится, престижем, с демонстрацией колоссальных возможностей наших вооруженных сил, которые есть, которые, безусловно, так сказать, стоят на границе наших, как говорится, катайзов, обороны. Я хотел бы пожелать всем молодым студентам, которые студентам, хорошо учиться, быть хорошими докторами, хорошими врачами. медицину, так сказать, ругают многие плохие врачи и так далее, не берите пример с них вообще, учитесь только на отлично, для того, чтобы быть хорошим врачом, возможности для этого у вас у всех есть. еще раз поздравляю вас прекрасно, замечательный праздник, который отмечаете. Всего вам доброго, здоровья, хорошего, обучения, живите. 300 тысяч погибло при освобождении Венгрии и Будапешта. 300 тысяч наших граждан. Вот можете себе представить, что пришлось пережить Виталия Петровича. Это одна из самых кровопролитных. И даже в послевоенных стихах, если вы помните, на груди его светилась медаль за город Будапешт. Вот это, Виталий Петрович, то, что вы это пережили, это, ну, просто, вот одной этой битвы было бы достаточно на 10 поколений. Я хочу сказать, что мы сейчас вот со страшным злом, которое вот исламское государство, да, боремся, почему надо его погасить вот там, пока оно не захватило государство. Потому что, когда оно захватывает государство, то дальше развивается событие так, как они развивались во Второй мировой войне. Когда эта машина начинает быть настолько мощной, что ее можно погасить только страшными человеческими жертвами. Поэтому вот то, что сейчас наши делают в Сирии, это как раз попытка избежать этого сценария. поэтому спасибо всем, кто, так сказать, прежде всего в этот день мы низко кланяемся и говорим искренние слова благодарности всем тем, кто пережил ту войну и тогда решил страшнейшую, тяжелейшую задачу. И второе, это то, что мы должны каждым в себе понимать, что если мы не сформируем у себя личного отношения неприятия этого, то это, так сказать, ну скажем, зараза может распространиться дальше. Сегодня не сказать, я думал, что Галина Васильевна может выступить, но наш ветеран Кирина Галина Васильевна сегодня здесь, тоже участник войны и давайте ей поаплодируем. Ну и в заключении я хочу большой концерт и я с удовольствием передаю правление нашему ведущему. Пожалуйста. Уважаемые ветераны, еще раз вас всех поздравляем с Днем Великой Победы. Наши студенты подготовили для вас небольшой концерт. Сейчас перед вами выступит Нина Корбецова с стихотворением «Жди меня». Жди меня, я вернусь, только очень жди, жди, когда нам будет грусть, желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут позабывчиво. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души, жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло, не понять не ждавшим им, как среди огня. Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Спасибо. Сна 45-го года Как ждал тебя Синий Дунай Народу Европы Свободу Принес жерки Солнечный май На площади белой спасенной Собрался народ Стармлад На старой Израненность Битва В гармоне Вальс русский Играл наш солдат Помнит Вена Помнит Альпы И Дунай Класс Ведущий Поющий Яркий Май Ты Приветств В русском Вальсе Сквозь Года Помнит Сердце Не забудет Никогда Легко Вдохновенно И смело Солдатский Вальс Эбот Звучал И Вена Кружилась Смело Как будто Санштраус Играл А память Сын И счастливой Гармонь Свою К сердцу Прижал Как будто Он Волжский Видел Разливы Как будто Россию Огня Помнит Вена Помнит Альпы И Дунай Как Цветущий Поющий Яркий Май Ты Приветств В русском Вальсе Сквозь Года Помнит Сердце Не забудет Никогда Над Веной Седой И прекрасной Пыл вальс Полон Крес И огня Звучал Он То нежно То страстно И всех Объединяла Весна Весна Сорок Пятого Года Как Шир Толст Седя Синий Дунай Вальс Русский На площади Вены С 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 Процветущий, поющий, яркий май, В их ревенце, в русском пальце, Сквозь беда, помнит сердце, Не забудет никогда. В исполнении студентки шестого курса лечебного факультета прозвучит стихотворение Дмитрия Панова «Застыли, ели в карауле». Застыли, ели в карауле, Все небо мирного видна. Идут года, в тревожном гуле Осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, В молчанье голову склонив, Мы слышим грохот танков близко И рвущий душу бомб-разрыв. Мы видим их, солдат России, Тех, кто в далекий грозный час Своей жизнью заплатили За счастье светлое для нас. Для вас выступают студенты с песней «Темная ночь». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. ОТДПАЛЬСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ – Ис邯, ЕЛЬФОН, ОТДРАЛЬСМЕНТЫ ОТДРАЗ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как я люблю глубину твоих ласковых глаз Как я хочу к ним прижаться сейчас губами Темная ночь разделяет любимая нас И тревожная черная степь пролегла между нами Верю в тебя, дорогую подругу мою Эта вера от пули меня темной ночью хранила Радость на мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались в тебе Вот и сейчас Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю, со мной Ничего не случится Для вас прозвучит стихотворение Баллада о матери Читает Джамбалатова Умушка Баллада о матери Постарела мать за тридцать лет А везде и от сына нет и нет Но она все продолжает ждать Потому что верит Потому что мать И на что надеется она Много лет, как кончилась война Много лет, как все пришли назад Кроме мертвых, что в земле лежат Сколько их до дальней село Мальчиков без усых не пришло Раз, село прислали по весне Фильм документальный о войне Все пришли в кино И стар, и мал Кто познал войну И кто не знал Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой Трудно было это вспоминать Вдруг с экрана сын Взглянул на мать Мать узнала сына В тот же миг И пронесся материнский крик Алексей, Алешенька, сынок Словно сын ее услышать мог Он рванулся из траншеи в бой Стала мать прикрыть его с собой Все боялась Вдруг он нападет Насколько годы пчался сын вперед Алексей! Кричали земляки Алексей! Просили, да беги! Гадар смеялся Сын остался жив Бросит мать о сыне повторить И опять в атаку он бежит Жив, здоров, не ранен, не убит Алексей! Алешенька! Сынок! Лоб на сыне услышать мог Дома все и чудилось кино Все ждала Вот-вот сейчас в окно Среди тревожной тишины Стучится сын ее Для вас выступает вокальная студия Доминанта С номером Ах, эти тучи в голубом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если останусь живым на войне Встречу с тобой я в родной стороне Только пока я воюю Ты не забудь обо мне Ах, эти тучи в голубом Напоминают море Напоминают старый дом Две кружат чайки за окном Две мы с тобой танцуем вальс Две мы с тобой танцуем вальс Две мы с тобой танцуем вальс Миноре Юнкерсы кружат и небо в окне Помни, родная, всегда обо мне Из-под небес я мне виден Милый твой профиль в окне Ах, эти тучи в голубом Напоминают море Напоминают старый дом Две кружат чайки за окном Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс Мажоре Ах, эти тучи в голубом Напоминают море Напоминают старый дом Две кружат чайки за окном Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс Миноре Сегодня для вас танцевали Самсонов Даниил, Кардашенко Яна, Свистельникова Елизавета и Годин Григорий Сейчас стихотворение прочитает студент нашего университета Годин Наш город снег до пояса закопан И если с крыш на город посмотреть То улицы похожи на окопы В которых побывать успела смерть Вагоны у пустых вокзалов стынут И под мертвые молчат Ведь семафоры рук своих не вскинут На всех путях ведущих в Ленинград У нас скользит по небу одиноко Как по щеке холодная слеза И темные дома стоят без окон Как люди, потерявшие луна Но в то, что умер город наш Не верьте Нас не согнет отчаяние и страх Мы знаем от людей, сраженных смертью Что означает смертью смерть поправ Мы знаем Клятвы говорить непросто Но если враг ворвется в Ленинград Мы разорвем последнюю из просты Лишь на бинты Но не на белый флаг Дорогие друзья Дорогие друзья, наш концерт закончен Мы сейчас хотим вместе с вами спеть две песни У кого есть программки Вы можете подпевать Я думаю, это будет очень достойно Если мы споем две песни Песню из кинофильма Уже за планета Над нашей Родиной Удри А нынче нам нужна одна победа Одна на всех Мы за ценой не постоим Одна на всех Мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все, сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон И бачка льет, сойдет с ума, разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет и лукавит А значит нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Батальон, десятый наш десантный батальон От Курска и Орла война нас добила До самых вражеских пород такие град дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон 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 У мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи, битву трудную или Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы Горохом пропад Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы Праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы Это радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы День победы Рада сегодняшнего дня Векущее солнце Ваши счастливые лица День победы День победы День победы День победы Давайте подумаем Давайте подумаем о наших близких Которые не дошли До этой победы Я объявляю минуту молчания Я приглашаю ветеранов после возложения цветов, как обычно, в столовую. Хочется поговорить о многом. Я надеюсь, что, как всегда, наш праздник будет продолжаться. Возлагаем цветы. Я надеюсь, что, как всегда, наш праздник будет продолжаться. Я надеюсь, что, как всегда, наш праздник будет продолжаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...